Ну а про них забыли, а потом вспомнили, а потом тащат. Очень долгий видос, короче, будет, как понял, да? Ну а если ты не игрок, ты на канале дафидак. И вот так начинается наш видак. И поэтому... Ну и сегодня видео про то, про тех персонажей, которые раньше были забыты, а про них теперь вот вспомнили, бафнули, превысили, и теперь лицо разносит они нормально. Так что лайк, коммент, подписка, а мы бустим Лейлу жестко. Пристёгивайся и поехали смотреть, кого там нам напихали. Так, тихо-тихо, тихо, что это здесь? Что? Что? А где пополнить Алмазиамбиусу, ты спрашиваешь? А я тебе сейчас подскажу. GameShopero.ru официальный партнёр Mobile Legends, где ты сможешь легко и быстро пополнить Алмазиамбиуса. Пополнения присутствуют как с карты, так и с Киви, так же во всех регионах и странах. Конечно же, там присутствуют всякие ништяки иного пополнятелям, и поэтому, если ты ни разу там не пополнял, то тебя ждёт скидка 5%. Ну а как ты давно знаешь, в новых скиносиках и тащиться проще, поэтому ссылка в описании и в закреплённом комментарии тебя ожидает. С первым персонажем я даже не буду стараться затягивать, и сразу вот просто из-за бугра, из-за своего, ну типа я так спину свою назвал, из-за бугра достаю Бэйна, да? Нормального такого вот в зелёном скине просто Бэйн, который, ну... Собирает всего лишь один топор войны, билдится фур... Фур? Жир? А, то есть, там, этот, пояс, молнии или как я... Как называется этот пояс, блядь? Сейчас я посмотрю, блядь, забыл. Штормовой пояс! Покупает, короче, штормовой пояс, зелёный шлем, зелёный, там, я не знаю, кристалл, красный пьедестал, и всё, идёт, короче, тебе сошатать лицо, и ты такой, чего? Вроде бы живы, у него ничего нет на домашину, почему так больно прилетает мне? И ответа на это вопроса нет. И поэтому он просто чудесно и классно вписывается в мой топ. А ещё вчера три раза подряд мы не забанили Бэйна, и три раза подряд его взяли враги, и три раза подряд нас натянули на пироги. Классно смешно, конечно, в одном случае это сейчас, а вот вчера совсем не до этого было, да, и я как бы такой думаю, блядь, 10-1 Бэйн, и всё, типа, ну, это реально жёсткий чел, короче, вот про всё, больше ничего не буду говорить. Следующий персонаж такой чисто 50 на 50, да, в некоторых случаях его и до этого брали, а в основном его брали в Фулке, потому что в Фулке на всех умеют играть, и на всех умеют играть, и играют на всех, а вот в Соло нет, поэтому в Соло он был не такой уж и популярным персонажем, не такой уж и популярным, опять разговаривал, как, а не как, и это, короче, Миноталок. Ну, согласись, серьёзно, популярным он до этого сильно не был, а только очень мейнеры и не очень мейнеры, и Фулки на его пикали, а так его не пикали, а вот сейчас пикают за то, что его, короче, там, намудрили, изменили, поменяли, потрогали чуть-чуть, помяли, и всё, вот теперь для Соло он пацан здравенький, такой чёткий. И все его пикают, и все его берут, и его даже банят. И вот теперь-то вот он классный пацан, который попал в этот топ, и подходит для него идеально, потому что маленько подзабыли, а теперь вспомнили и на нёх. Тащат. На нёх. Следующий персонаж Минситар. Да, ну, тут вообще разговаривать не о чём, да, ему просто вообще всё сделали идеально, и до этого он тоже был как бы нужным, да, за счёт своей ульты, но за счёт первого и второго он пошёл как бы отсюда. И поэтому сильно на нём вообще не играли, даже Фулки, а в Соло и подавно. А вот теперь... Подавно, так что ты как-то по говну сказал. А вот теперь ему сделали хук нормальный, да, который может и сразу нескольких пацанчиков притянуть, а потом ещё там чё-то там, вот эту, которую он там штыком своим начинает... Вот этот момент делать, короче, вот это вот всё сделали, и всё, здравствуйте, вот он я, Минситар, который на лайне меня вчера, когда я взял лапу-лапу, немножечко потыкивал. И после этого я что-то так подзадумался, думаю, что-то очень много старых персонажей стали сейчас брать и тащат на них. И я такой думаю, всё, сделаю видос, вот я его делаю, вот потом я пошёл спать, проснулся, попил чайку, сходил в зальчик, позанимался, подрыгался, поспал, и сел вот вам записывать. Вот такая вот история интересная, конечно, да, но нахуй бы она нужна была. Сейчас такой листал дальше персонажей, я такой вижу там лапу-лапу, да, в принципе, на нём тоже редко раньше играли, а теперь он имбая на нём тащит, но сильно на нём тоже останавливаться не будем. Также и Вексана, да, её ревампнули, и на ней, как бы, вроде бы сейчас неплохо так играют. С Адетту чё-то постоянно изменяют, чё-то пробуют, меняют, трогают, касаются, но маленечко ничего не получаются. А вот что касается Ханаби, тут совсем наоборот, на ней до этого играли просто подъём-переворот, а сейчас так же играют, как бы, ну, я не знаю, зачем это всё дело было сделано, но, как бы, ничего не поменялось. Сколько сливунов на Ханаби появлялось, столько и появляется. Ну, а следующий персонаж, это Кая. Здравствуйте. Раньше, и вообще, вот я даже раньше, давно, тогда, решил сделать гайд на Кая. Но если начать, сообщение приходит, прям, когда я записываю, вот если начать раньше, да, я такой решил, такой посмотрел, такой, вот Кая, ну, тут что-то на нём вообще никто не играет, а я решил на нём поиграть, такой, хоп, зашёл, поиграл, и мне капец, как понравилось, он такой реально чёткий пацан, который на расстоянии до машины своими таками разносил, тогда ещё до ревампа. Ну, и, короче, вообще нормально на нём играл, плюс у него подавление с ультимейта, притяжение, да, вот эти вот все моменты, если грамотно мутить, можно нужным быть. И я этим был, я был нужным, и мне нравилось, и я такой думаю, хоп, запишу-ка я гайд на Каю, и такой, посмотрели его много, и все мне пишут, что я не играю на нём, мне он не нравится. Ну, и в катках я тоже его совсем не замечал, и поэтому, ну, совсем на нём не играли, возможно, только заядлые мейнеры, и всё. А сейчас, по моему мнению, его изменили в худшую сторону, да, там что-то ему прибавили, вроде как бы там что-то живучести, или чё, я не знаю, и пассивку ему изменили, тоже не в лучшую сторону. И, короче, он стал такой, ну, больше жирноватый, но по дамажине больше проседает, там что-то ещё добавили замедление там, но оно, по-моему, и так было. Ну, короче, по моему мнению, вот эти изменения для Каи были в минусовую сторону. Но, почему-то он, наоборот, стал популярным. Возможно, потому что Фулки про него вспомнили, начали его пикать, играть, и всем показали, что на нём реально можно что-то делать полезно, и немножечко просочилась эта инфа в соло пацанов. И соло пацаны, не зная, как на нём играть, тоже начали пикать, да, и, короче, в итоге он стал метой, там, по руму, по бойцам, и по отцам, по твоим. Его начали банить, да, если ты находишься на эпике, или на легенде, и у тебя его не пикают, то я тебе скажу, что на мифе плюс его пикают, и даже иногда банят, и он очень реально гадкий такой персонаж, который реально полезный, и жёсткий, чёткий пацан, которого вспомнили, поняли, и начали на нём играть, который тоже подходит для моего топа, и вот поэтому, вот. А вот про хилкарда вообще забыли, вот, ну, потому что, ну, типа, его заблокировали, и забыли, вот. В принципе-то, я бы ещё хотел сказать про Баданга, да, Баданга там тоже поменяли, первый навык сделали, там, вот эти вот настакиваемые, там, первые кулаки, вот эти его, да, которые вроде бы как бы, да, нужны, и реально, Баданг сейчас какой-то сильный. А я не знаю, почему он, по мете, не продвигается, но я кого бы не пекал, против Баданга стоять на нёх трудно, на нёх, опять говорю, как будто бы я нанюханный. Ну и вот, в принципе, до этого Баданг тоже был не таким уж сильно и популярным, да, но стоило только изменить, чёрный меч, утре, да, там, что-то посох, там, всё это поменяли, а для Баданга это была имба, до этого, а теперь стало ещё имбее, а, ну ещё и косу коррозии, ну и короче, после этого Баданг колотит тебя своими ногами и кулаками в стену, а ты стоишь и не можешь ничего. Да, опять же, если ты на эпике и не видишь Баданга, это тебя не касается, потому что я его вижу теперь очень часто. Ну и плюс сам его пекал, и он на глазах моих просто вырос с детства, и стал сильнее, и теперь популярнее, тоже для видоса подходит, и поэтому заканчиваем, потому что больше нету никого. Ну ты обязательно можешь написать мне об этом в комментарии, а чё, я ещё не сказал чё, но об этом можешь написать, да. Короче, если на твоих глазах кто-то был забытым, а теперь стал популярным, обязательно напиши мне название этого персонажа в комментарии, и я с тобой это обсужу. А если ты хочешь своих друзей найти в игре, чтобы подниматься и опать ранг в дуо, трио или фуллочке, переходи в мой телеграм-канал, ссылка в описании, видоса тебя там ждут в чатике, и просто много горы новостей по персонажам с кинам и всем вестей. Ставь лайкос, подписывайся на канал, ну а с вами был Даффи Дак, и всем репорт, потому что Бэйн, блять, заебал. Десять один, блять, шёл вчера всех ебал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok